Доброе утро, это Орел и Решка. И сегодня мы прилетели в далекую Индонезию, на остров Суматра. И у меня сразу новость, сразу маленькая новость, особенно для тебя, Региночка. Только сегодня тот, кому выпадает золотая карточка, отправляется прямиком в ад. Более того, тот, кого выпадает 100 долларов, тоже отправляется в ад. Да? Ну так чего тогда переживать. Все мы там будем. Орел. Решка. Ну и с Богом. Печет, уже печет. Открывай давай. Это, это я теперь не пойму. Это если у меня золотая карточка, тебя, значит, будут жарить на обычной сковородке, а из меня будут делать фламбе? Welcome to hell. Береги себя. Ты тоже. Хотя как тут? Где я так нагрешила-то, а? Когда слышишь слово «ад», сразу представляешь себе клубы дыма, потоки лавы, выжженную землю и чертовски тяжелый труд. И такое место действительно существует на земле. Здесь дышат тысячи смертоносных вулканов, которые могут накрыть тебя в любой момент, затянуть небо ядовитыми облаками и стереть с лица земли целые города. Жизнь здесь похожа на русскую рулетку, сыграть в которую решится только чокнутый. Ну что, друзья, добро пожаловать в Индонезию. Миллион сто двести триста. Бюджетному туристу из аэропорта одна дорога. В Медан, главный город на Суматре. Можно поехать на такси за 18 долларов. Можно без пробок на поезде. Но я тратиться не буду. Выберу самый дешевый вариант – автобус. Мало ли, на что мне еще понадобятся деньги в этом аду. Ну а что? Автобус тоже хорошо. Всего полтора доллара до центра. Пока ада не видно. До него еще нужно добраться. Раз мне выпала золотая карта, я могу себе позволить ад покруче. Одна из самых опасных зон на планете – это Тихоокеанское огненное кольцо. Из трехсот вулканов, которые могут в любой момент рвануть, именно в Индонезии находится половина. Это не страна, а одна огромная пороховая бочка, где извержения случаются чаще, чем у нас идет дождь. Только самые чокнутые путешественники говорят – давай рванем на уикенд на вулкан. Так вот, это я. Я лечу на остров Ява, чтобы своими глазами увидеть дышащий серый вулкан Иджен. Из аэропорта я добралась в Медан – главный город на Суматре. Именно отсюда начинаются все маршруты к адским достопримечательностям. Так, с виду – обычный азиатский город. Ничего особенного. Впечатление от города тут же перебивает впечатление от его запаха. Прям запах, ну, невыносимый уже. Перед 10 минут становится так плохо, что тошнит. Запах гниющего мусора, прокисших продуктов. Не сегодня, не сегодня, не сегодня. А вдобавок ко всему – еще и запах канализации. Город, после которого хочется помыться и сжечь всю одежду. Если присмотреться… Медан не бедный. Просто очень грязный. Если бы его убрать и хорошенечко вымыть с мылом – получился бы обычный районный центр. Но, похоже, местным и так окей. Маршрут к вулкану Иджен – не из легких. Сначала нужно лететь в город Сурабая. Оттуда, на частном самолете, на ближайший к вулкану аэродром. Там нужно арендовать автомобиль, который привезет к подножью вулкана. Ну а дальше – пешком три километра по крутой скользкой тропе – прямо на вулкан. Так делают все туристы. Кроме тех, у кого есть золотая карта. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот она, моя адская колесница! Салон повышенного комфорта из синтепона. Три человека силы. И веревочная тяга. Друзья, шутки шутками, но это не тачка из-под картошки. Здесь реально есть такая услуга – такси на вулкан за 50 долларов. Я подумала, почему бы мне не воспользоваться? У меня же золотая карточка. Чего я должна пилять три километра пешком? Туда и обратно. Это шесть. За эти деньги три человека тебя тянут, подтянут и вытянуть не могут по крутой тропе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не лимузин, конечно. От этой дороги у меня, если честно, уже вся попа в синяках. Но зато экономит кучу сил. Плюс можно рассматривать обезьянок. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здоровенные такие пухнастики. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Попав в Медан, сразу становится понятно, почему туристы здесь не задерживаются. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Но не спешите искать здание с надписью «Автовокзал». ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Его тут просто нет. Где мой автобус? Просто хочу сесть и уехать. Главный ориентир – вот эти яркие автобусы. Это местная достопримечательность. Их здесь тюнингуют, насколько хватит фантазии. Дополнительными глазами. Железными кобрами. Пластмассовыми алмазами. Именами близких людей. И стикерами с Хэллоу Китти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жарко, душно, воняет, грязные сиденья. Все, как я люблю. Добро пожаловать в ад. Индонезийский автобус – это транспорт без правил. Не автобус, а дом на колесах. Одна волосы чешет, другая грудью кормит. Под крышей едут люди. А на крыше – как Бог даст. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, за той карточкой лезет так же плохо, как и мне сейчас. Давайте, ребята, давайте тяните. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я еду на вулкан Синабунг. Это самый опасный и смертоносный вулкан на всей Суматре. После 400-летней спячки в 2010 году вулкан проснулся и теперь готов в любой момент рвануть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За эти семь лет он заставил покинуть свои дома 60 тысяч местных жителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И превратил целые поселки в присыпанные пеплом деревни-призраки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот, друзья, я собираюсь подняться к его кратеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, действующий вулкан, да, смертельно опасный. Но когда это меня останавливало, а? Все, ко входу в ад я добралась с комфортом. Друзья мои, спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут еще вам на чай, на кофе, на обед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, госпожа выходит. Оп! Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По привычке думаешь, что с золотой картой просто посмотришь на красивый вулкан, сделаешь пару фоточек и уйдешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще ничего не видно. Когда дым чуть-чуть рассеивается, видно одну большую безжизненную пустыню. Из недр вулкана валят клубы ядовитого дыма. Воздух насквозь пропитан запахом серы. Наверное, именно так выглядят врата в ад. Из ядовитых облаков пошел ядовитый дождь. Ну уж нет, давайте мне дождевик. Я не хочу, чтобы у меня потом от этой серы волосы выпали. Это просто адский ужас. Посмотри, посмотри, что происходит. Дышать невозможно. В горле постоянно першит. Во рту мерзкий привкус тухлых яиц. Фух, так легче дышать. А вот и мой великий и ужасный Синабунг. Ну, привет. И это вулкан совсем не страшно. Гора себе и гора. Сейчас подойду поближе. Только переоденусь поудобнее. Пойдем. Раньше сюда толпами валили туристы. А сейчас ни тропинок тебе, ни дорожек. По дороге на вулкан туристов встречает деревня. Пустая деревня. С 2010 года здесь никто не живет. Когда Синабунг проснулся, власти отселили целые деревни. Люди отсюда ушли. А их дома остались. Только представьте. Здесь была обычная деревня. Мужчины вели хозяйство. Женщины воспитывали детей. Ничего не предвещало беды. А потом бах. И все превратилось в пепел. Страшно трындец. Видно, что люди выбегали в попыхах. Половину одежды оставили. Мебель перевернута. Телек разбитый лежит. А на часах так и осталось. Время извержения. Жутко как-то. Прям мурашки по коже. Я даже не представляю, как это за одну секунду потерять все. Выбежать в дверь и знать, что больше никогда не сможешь вернуться в свой дом. А кто-то даже не успел выбежать. В этом аду работают люди. Они добывают серу. Местные давно заметили, что желтый дым, который извергает вулкан, содержит частицы серы. Чтобы его ловить, они проложили специальные трубы. В трубах дым накапливается и стекает в серные лужи. Как только лужа застывает, ее отколупывают и загружают в корзины. Собранную серу потом используют для производства лекарств. Например, из этой корзинки получается примерно 3000 тюбиков мази от чесотки. Добывать серу очень тяжело. Но еще тяжелее ее поднять. Эти корзины вместе весят больше, чем сам серодобытчик. Боже, бедные люди, посмотрите, они такие крошечные, такие маленькие, как школьники. А работа просто адская. Прямо на нас сейчас идет облако ядовитой серной кислоты. Запах просто невыносимый. А люди, посмотрите, они все тащат и тащат эту серу. Такие выбросы происходят по многу раз в день. Этот газ смертельно опасный. Если никак не защищаться, можно даже спровоцировать отек легких. Но это хорошо, что у меня есть противогаз. А эти люди? Эти люди работают здесь по многу лет вот так вот просто, без ничего. С хронической астмой. Противогазы здесь непозволительная роскошь. Кому не в моготу, дышат сквозь мокрую тряпку. За эту адскую работу они получают 15 долларов в день. Это в три раза выше средней зарплаты в Индонезии. Так что какой бы тяжелой ни была работа, они так и будут носить эту серу, пока есть силы. С каждым шагом я все ближе ко встрече с этим убийцей. Да ладно, люди? Тут же вроде всех отселили. Оказалось, это единственная семья, которая здесь живет. Боятся меня. Но я понимаю, что туристы здесь не часто. Понятно, что для этой девочки я пришелец. Она никогда в жизни не видела белую тетю. Для нее весь мир – это их маленькая семья. Вот, знакомьтесь, хозяйка дома – Ашвитна. Нам некуда идти, поэтому мы живем здесь. Раньше это был отель. Но кому он теперь нужен? Видно, что внутри отель остался точно таким же, как и 7 лет назад. Раньше сюда приезжали туристы, которые хотели покорить вершину Синабунга. Теперь здесь оказалась и я. Мы живем просто, но нам хватает. Денег у нас нет, но зато есть свой огород. Из-за газа Синабунга сложно что-то выращивать. Но в этом году у мужа хороший урожай. С одной стороны, их можно понять. Но что делать, если некуда идти? Здесь у них хотя бы есть крыша над головой и свой огород. Каково это – жить прямо под вулканом? Я смотрю на него каждое утро, но не боюсь. Я верю, что Бог меня защитит. Он сберег нас, когда вулкан проснулся. Значит, и сейчас сбережет. А когда было последнее извержение? Месяц назад. 7 человек погибло. И теперь мы здесь совсем одни. Даже представить не могу, каково это – жить бок о бок с гигантской бомбой замедленного действия. Укладывать детей спать и не знать, увидишь ты их утром или нет. Даревакансий! Ну а мне пора идти дальше. Если, конечно, я хочу подняться на вулкан засветло. Вперед! Именно с этого отеля и начинались туристические тропы. Ну вот, начнется и моя. О, а вот, походу, и муж. Я хочу подняться наверх. Вы могли бы меня провести? Какой наверх? Уходи давай отсюда. Может, хотя бы пару километров. Ты даже не поймешь, когда извержение начнется. Вулкан не выдает ни звука. Я весь день на него смотрю. И если увижу хоть чуть-чуть черного дыма, мне нужно охватать семью и бежать. Может, я заплачу? Ты глупая. Там газ. Я могу типа отравиться, умереть? Если подойдешь ближе, не успеешь убежать. Люди там задыхаются. И никто даже не ищет. Не хочет проводить? Ну и ладно, сама дойду. Ты идиотка! Если весь вулкан выглядит, как одна большая адская сковородка, то как же выглядит его сердце? Боже, почему же так холодно? Это же ад, тут должно быть жарко. Здесь, в кратере вулкана, находится огромное озеро. Посмотрите, какая голубая вода. Кажется, как на Мальдивах, да? Нет. Это озеро заполнено горячей серной кислотой. В этом адском котле глубиной в 200 метров варится серная и соляная кислота. Это самое кислотное озеро на планете. Хоть бы туда не упасть сейчас. Я вообще не думала, что у нас на земле есть такое место, где просто кипит серо, ядовитое облако. Вот это озеро с кислотой. Гром гремит. Какой-то апокалипсис. Так, что там? Вроде просто облачка. Когда подходишь ближе, видно что-то, что издалека выглядит как зеленый холм. Вблизи – выжженные деревья. Эта дьявольская машина безжалостно убивает все живое. Не пойму, это облака или нет? Обалдеть, ребята! Ребята, он изверкается! Местный был прав. Ты даже не поймешь, когда извержение начнется. Вулкан не выдает ни звука. Действительно, ни звука. Земля не дрожит. Вообще ничего. Просто столб черного дыма. Слава Богу, что я заметила. Просто представьте себе, если бы мы пошли туда. Вы понимаете, что бы было? Нас бы уже не было. В такие моменты понимаешь, что ни одна фоточка с кратером не стоит такого риска. С вулканом нельзя договориться. Ему по барабану, что вы красивая, молодая, у вас вся жизнь впереди. Ему плевать. 100 долларов у вас или золотая карта. Вулкан одинаково накроет лавой местного добытчика серы и отравит газом беспечного туриста. Самое фантастическое зрелище на вулкане Иджен – голубая лава. Это горит сера. Она горит всегда. Но увидеть это можно только после заката солнца. Я и не думала, что вулканы так умеют. Я думала, он мне уже все, что он умеет, показал днем. А ночью, так это же вообще… Прямо что-то из области фантастики. Просто газ, воздух и высокая температура. А выглядит… Как настоящее чудо. Когда уносишь ноги от верной смерти, становится все равно, где ночевать. Лишь бы подальше от вулкана. Первая же попавшаяся попутка довезла меня до полуострова Самасир. Вулкана Амасир. Вулкана Амасир. Первое, чего хочется – это принять горячий душ и завалиться в чистую постель. Я хотела бы описать, что здесь находится, но запах просто разъедает глаза. Откуда уносишь? Нет, туда не шовер. Это индонезийский стиль. Для туриста из Европы это, конечно, шок. Но для индонезийца это шикарное условие! Есть кровать – уже хорошо. И неважно, сколько на ней пятен. Такой затхлый запах курева и какашек. Тут тоже нет ванны и паутины везде. За этот номер я переплатила 3 доллара. Нет, не за телевизор и место для питья воды, как его тут называют. Просто взяла тот, где меньше пятен. Что ты, Винни-Пух, злорастуешь? Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Все, я в аду. Ай, какой огромный тебе идти! Такой побежал, посмотри, там ванны. Милый! Вообще не умнее! Ну почему, если ад, то он достается мне в полных красках. Сумми меня отсюда, Леся, пожалуйста. А я не стала селиться в ближайший отель. А поехала в ближайший приличный, в город Сурабая. Ох, как же приятно прилечь на диванчик, особенно после дня на вулкане. Я даже свет боюсь выключать, потому что мне кажется, что всякие твари по мне начнут ползать. Выключишь свет, и пускай наступит тьма. Ох! 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 что на следующий день с самого утра отправилась на поиски красоты. В Индонезии не все вулканы страшные и опасные. Есть и невероятно прекрасные. Озеро Тоба, тоже бывший вулкан. 70 тысяч лет назад он взорвался. Его стенки обрушились, а кратер превратился в одно из самых удивительных мест в Индонезии. Эх, даже в аду есть по-настоящему райские уголки. В чем прелесть золотой карточки, что с ней можно забраться в любые дебри мира? Да? Хоть бы и в деревню землеедов. Хоть бы. Да-да, друзья. Деревня землеедов действительно существует. Она находится вот здесь. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, честно говоря, я сама не знаю, что будет происходить, нужно просто наблюдать, ждать и тихонечко смотреть на это все. А вы знаете, что здесь происходит? Обычная ситуация. Обычные женщины в обычном сарае, как обычно, готовят себе землю. Ну, протухшие бобы я ела. Лисицу тоже ела. Кобру тоже. А вот землю не ела. Ох, говорил мне физрук в школе, вы у меня землю жрать будете. Так вот, Сергей Леонидович, вашими молитвами. Вот сколько путешествую, никогда такого раньше не видела. Землю добывают прямо в деревне. Ее хорошенько отбивают. Нарезают бамбуковой палкой стружку. И ставят на огонь на 15-20 минут. Вуаля! Земля готова. Здесь уверены, что это работает как активированный уголь. Землееды говорят, если кушать землю, не только живот не будет болеть, но и лишний вес никогда не появится. А для лучшего эффекта они придумали запивать все это кофе. Прямо макать можно в кофе, да? Лупанем земельки. Знаете, она такая жирная. Очень похожа на шоколад. А вкус такой, немножечко с дымком, как будто вот разжевал активированный уголь. Но все же, когда она начинает хрустеть на зубах, понимаешь, что земля. Земля, она в Индонезии земля. На тебе, угощайтесь. О, бабусечка. Бабусечка моя. Бабусечка. Такая маленькая такая. Вот земельки погрызла, да? И здоровенькая пошла, да, пенсию получать. Вот таких кафешек по всему острову Прут-Пруди. Они называются варунги. Но, по словам местных, именно этот варунг самый популярный. Посмотрим, чем. Если не знаете, что заказывать, всегда можно спросить у местных. Красота. Чтобы не перепутали, объясняю. Вот это национальное индонезийское блюдо на сигаренг, а вот это омлет. Стремный какой-то. Очень вкусно. Вкусно просто. Кинули на сковородку рис. Обжарили. Морковки, лука и яйцо. Вот и все. Ну что ж, попробуем тебя. Ой, яиц почти не чувствуется. Одни грибы и соль. После земли как-то сразу захотелось чего-то посущественней. Ну и повкуснее. Креветочки свежайшие, такие среднего размера. Лапша, все в кокосовом молоке. У меня аж слезы вышли. Остро обжигающий, но очень вкусный. Я считаю отличное завершение адского уикенда. Через пару часов случилось что-то странное. О, очень жарко. Просто ты видишь, что у меня выросли уши. Это уже потом я узнала, что в Индонезии пользуются популярностью омлет с волшебными грибами. Но приезжают сюда не за его вкусом, а за послевкусием. Честно вам скажу, это совсем не прикольно. И это я съела совсем чуть-чуть. Я вообще ничего не думаю. А если бы весь омлет, так можно было бы изогнуться. Друзья, беру свои слова обратно. Не спрашивайте совета у местных. Лучше всего вообще не заказывайте в Индонезии ничего с грибами. Я очень хочу в туалет ездить. А где я живу? Еще я не чувствую вкусов и запахов. С орлом и решкой хорошо даже в аду. Потому что здесь по старой доброй традиции мы продолжаем прятать для вас 100 долларов. Приезжайте, забирайте, если вам не страшно, если вы не боитесь. Если вас занесет в Индонезию, на остров Суматра, отправляйтесь в город Медан. В том месте, где маленькая улочка Сосиаль примыкает к проспекту Джент, Гатот, Субротто, стоят старые прилавки. Между забором и стенкой правого прилавка внизу и лежит наше 100-долларовое сокровище. Бутылка там внизу, в щели. Между деревянным ящиком и кирпичной стеной. За два дня в адской Индонезии я своими глазами увидела, что такое жизнь вопреки. Нам некуда идти, поэтому мы живем здесь. Вопреки нищетей, дрязи. Прям запах, ну, невыносимый уже. И недружелюбным силам природы. Страшно, трындец. Здесь каждый день проживают, как последний. Ты глупая. Мингал, там газ. В Индонезии быстро понимаешь, что есть места, где золотая карта тебе не поможет. Это просто адский ужас. Да, мы побывали в аду. Прямо на нас сейчас идет облако ядовито-серной кислоты. То, что мы увидели здесь, ужасает. Работа просто адская. О, какой огромный! Это же ад, тут должно быть жарко. Но все это по-своему величественно и прекрасно. Сюда обязательно стоит приехать, хотя бы чтобы научиться видеть красоту и ценить свою жизнь. Небо такое синее-синее. Звезды такие яркие-яркие. Где-то там, на Мальдивах. Я здесь. Почему я здесь? О, привет. Привет. Обнимемся. О, что это за запах? Это я. Как твой богатый ад? Пусть лучше за меня все скажут мои сувениры. Это тебе кусок серы из кратера вулкана, а это земля на десерт. Только сразу не ешь. Оставь на потом. Кто его знает, какой еще ад нам предстоит прийти вместе. Все, извини, я пойду вымывать кислоту из волос, пока они еще остались. На рентген надо еще сходить. Совсем из ума выжило. Интересно. А для орхидеи эта земля подойдет? Слезь! А для орхидеи земля подойдет? Для кота подойдет.